МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в проекте «Эфир 24 на 7» расскажем об актуальных событиях и знаковых датах. Совершим прогулку по столичному музею миниатюр в компании наших телегидов по городу и языку. Познакомимся с очередной кинокартиной, вошедшей в Золотой фонд отечественного кино. И, конечно, представим вашему вниманию увлекательные и познавательные проекты нашего телеканала. Оставайтесь в курсе всего самого актуального в стране и мире и смотрите наш традиционный пятничный проект. Продолжаем обозревать ключевые темы недель. В рубрике «Ваш выбор» знакомимся с важными новостями из мира экономики, общественной жизни, культуры и спорта. Включение Беларуси в состав стран-партнеров БРИКС, модернизация системы здравоохранения и сохранение социальной направленности расходов бюджета на 2025 год. В 2025 году около 4 миллиардов рублей будет направлено на оплату труда. Об этом заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов. По его словам, отраслевые надбавки для учителей и врачей станут больше. С января повысятся зарплаты бюджетников. Базовая ставка увеличится до 270 рублей. Также в течение года будут прибавки за счет отраслевых надбавок. Министерство финансов ожидает наибольший рост доходов от эффективной работы промышленности. В частности, от машиностроения, где запущено несколько новых импортозамещающих проектов. Новые возможности в сфере здравоохранения. Минскую областную больницу оснастили новейшим аппаратом МРТ. Это очередной шаг в модернизации клиники. Теперь у пациентов есть возможность выполнять сканирование органов и тканей и использовать контрастные препараты для более точной установки диагноза по широкому спектру от коленного сустава до головного мозга и сосудов. Такой же аппарат в скором времени появится в Могилеве. Модернизация системы здравоохранения позволяет значительно повысить качество медуслуг. Европейцы все чаще пользуются белорусским безвизом. Около 11 тысяч иностранцев посетили страну за последние полгода по упрощенному режиму въезда. Такими данными поделились в Госпогранкомитете. Только за минувшую неделю в Беларусь прибыло свыше 4 тысяч иностранцев. Это жители Латвии, Литвы и Польши. В июле президент Беларуси поддержал предложение МИД об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси дополнительно для граждан 35 европейских государств. В Национальном центре современных искусств в Беларуси представлена экспозиция работ победителей престижного конкурса среди художников – живопись, монументально-декоративное искусство, графика и творческий дебют. В таких номинациях свои работы представляют четыре художника-победителя национальной премии в области изобразительного искусства. Конкурс проводится раз в три года. Следующие творческие испытания в престижном формате состоятся в 2026 году. На выставке у каждого из талантов возможность продемонстрировать не только работы, отобранные жюри конкурса, но и все свое индивидуальное творчество. В рубрике «Азиатский вектор» расскажем об ориентирах внешней политики Беларуси и перспективах партнерства со странами Большой Азии. От слов переходить к делу призывает президент Беларуси на международной конференции по климату. Теперь официально Беларусь стала партнером БРИКС, решены и юридические формальности. Бассейн международного стандарта открыли в Минске в канун праздника 7 ноября, долгожданный для спортсменов и для любителей активного образа жизни объект. Климатическая повестка в центре внимания глобального большинства. Международная конференция по климату проходит в Азербайджане. Участие в сессии высокого уровня принял президент Беларуси. Несмотря на махровый бюрократизм секретариата ООН и, как следствие, трехминутный регламент выступлений, Александр Лукашенко представил национальную позицию Беларуси по актуальной повестке климата и другим вызовам, которые стоят перед миром. Здесь очень много говорили о том, кто сколько сделал по улучшению климата, но я сравниваю последний период после предыдущего нашего саммита. Стало только хуже. Война на Ближнем Востоке, война в Украине, война в Южном Йемене. Всего более 50 конфликтов в мире, которые жестоко влияют на климат, на нашей планете. Так что стало лучше? Кто стал платить за выбросы? Достаточно сказать, что сегодня, которые так озаботились прежде улучшением климата, отсутствуют на этой конференции. Более того, саботируют. То ли еще будет после президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. Стоит вопрос, так какова же эффективность нашей деятельности на подобных саммитах? Когда-то президент Франции чуть ли не великим себя считал за Парижское соглашение. И где этот президент сегодня? Неужели это не актуально? Вот наша эффективность, нашей работы. Так что рапортовать пока не о чем. Единственное, хотел бы поздравить своего коллегу с прекрасной организацией этого сложного саммита. Выступление Александра Лукашенко вызвало большой интерес среди гостей саммита главу белорусского государства не отпустили без фото и комментариев. На полях КОП-29 прошел ряд переговоров. Часы на двустороннем треке сверили президенты Белоруссии и Азербайджана. Александр Лукашенко и Эльхам Алиев отметили интенсивность встреч в последнее время. Например, продуктивные переговоры лидеры провели во время государственного визита Александра Лукашенко в Азербайджан в мае этого года. Были выработаны 12 направлений, которые уже сразу и в перспективе продвинут уровень наших торгово-экономических взаимоотношений на более высокий уровень. И в ходе вот этих месяцев до очередного визита главы нашего государства на климатический саммит КОП-29 шла активная проработка этих вопросов. Где-то подвижки очень серьезные, где-то в стадии проработки, но тем не менее по всем 12 направлениям вот есть хорошее движение и будет хороший результат. В Баку также прошли переговоры глав природоохранных. Ведомств Беларусь-Азербайджана Сергей Масляк и Мухтар Бабаев обсудили перспективы развития взаимодействия по климатической повестке. Также на полях международной конференции по климату Беларусь-Азербайджан определили направление сотрудничества в области охраны окружающей среды на ближайшие два года. Подписана соответствующая программа. Теперь официально Беларусь стала партнером БРИКС. Министр иностранных дел Максим Рыженков во время встречи с послом России Борисом Грызловым передал послание, в котором содержалось формальное обращение о присоединении Беларуси к объединению в качестве партнера. Решение на этот счет было принято еще 5 ноября и оставались лишь юридические формальности. В документе Александр Лукашенко указал, что с момента своего образования БРИКС неуклонно укрепляет многостороннее взаимодействие с другими странами, став одним из столпов многополярности. Дух взаимного уважения и равенства с неумолимой логикой ведут к расширению объединения. Окунуться в атмосферу Беловежской пущей и заключить новые контракты. Беларусь приняла участие в международной выставке импорта в Шанхае. Масштабный форум проводится с 2018 года по инициативе Сидиньпина. Официальный Минск в числе традиционных участников, а выставочные площади Беларуси год от года кратно увеличиваются. В этот раз около 60 компаний привезли в свою продукцию деловые предложения для партнеров. Китай является стратегическим партнером для Беларуси. По товарообороту он находится на втором месте после Российской Федерации. За 10 лет динамика очень существенная. Мы приросли практически в 2,5 раза по товарообороту и в 3 раза по экспорту. Это очень существенно. На международной выставке импорта в Шанхае почетное место занял и большой совместный проект Беларуси и Китая. Масштабная модель бассейна международного стандарта, который стал настоящим подарком для беларусов. Проект спортивного сооружения с гордостью был представлен на главном павильоне как часть инфраструктуры инициативы «Один пояс, один путь». Долгожданный для спортсменов и для любителей активного образа жизни спортивный объект открыли накануне праздника 7 ноября. Участие в официальной церемонии принял президент Беларуси Александр Лукашенко. Знаковый для страны социальный проект реализован за счет финансовой помощи Поднебесной. Александр Лукашенко поблагодарил председателя КНР Си Диньпина, большого друга беларусского народа, за строительство этого и других объектов. Отдельные слова благодарности президент адресовал китайским специалистам, строителям, работавшим в беларусской столице. Новый бассейн международного стандарта имеет вместимость 6 тысяч зрительских мест, площадь 40 тысяч квадратов и высоту 31 метр. В Беларуси созданы все условия, чтобы растить чемпионов. Александр Лукашенко осмотрел главный соревновательный бассейн и бассейн для прыжков в воду. Глава государства дал старт и комбинированные смешанные стафеты по плаванию среди команд областей города Минска и национальной команды Беларуси по плаванию. В рубрике «Даты недели» вспомним наших выдающихся земляков, которые внесли значимый вклад в культурное наследие Беларуси. 12 ноября 1920 года в деревне Борхо в Гомельской области в крестьянской семье родился один из самых известных белорусских драматургов 20 века, народный писатель БССР Андрей Макайонок. Писать он начал еще в школе, впечатлившись творчеством другого народного писателя Кондрата Крапивы. Первая серьезная работа Макайонка «Пьеса на досвидку» была поставлена режиссером Константином Санниковым в Купаловском театре. А вот произведением, которое сделала драматурга знаменитым, стала пьеса «Выбачайте, колеласка». Она была популярна не только в БССР. Ее поставили более чем в двухстах театрах за пределами нашей страны. В 1969 году появился памфлет Андрея Егоровича «Затюканный апостол», ставший настоящим прорывом в белорусской драматургии. Спектакли Макайонка долгое время с успехом ставились на сценах союзных и зарубежных театров. В 1974 году за пьесы «Трибунал» и «Таблетку под язык» драматург был отмечен государственной премией БССР. В 1966 в составе делегации БССР Андрей Макайонок принимал участие в работе Генеральной ассамблеи ООН. 14 ноября 1812 года в деревне Крошин, ныне Барановичского района, в семье Кузнеца родился Павлюк Багрим, мальчик-вундеркинд, которого позже назвали белорусским Шевченко и Бёрнсом, первооткрывателем белорусской лирической поэзии 19 века. Из творческого наследия белорусского самородка сохранилось только одно стихотворение «Заиграй, заиграй, хлопча, малы», впервые напечатанное в Лондоне в 1854 году новогрудским адвокатом Яцковским в повести моего времени. В Крошинском костеле на стенах рядом с иконами можно увидеть и это стихотворение. В храме также находится уникальная жирандоль, люстра, выкованная Павлюком Багримом. На ней надпись «Крошинскому костелу, моим землякам, от Павлюка Багрима». Сегодня отмечает день рождения народный артист Беларуси, почетный гражданин города Минска, певец, которого называют рыцарем микрофона Анатолий Ермоленко. Он родился в Гомеле, определиться с профессией помогла служба в армии. В ансамбле песни и танца Бакинского военного округа он подпевал самому Муслиму Магомаеву. После демобилизации талантливый артист был приглашен солистом в Гомельскую филармонию, пел в группе «Сувенир», где коллегами Анатолия Ивановича были Александр Градский и Александр Буйнов. Парадоксально, но когда Ермоленко учился в музыкальном училище, по вокалу ему влепили тройку. Тогда же, в начале 70-х, впервые зазвучали «Сябры», ансамбль, которому суждено было стать музыкальным брендом Беларуси. В 1974 году на первом всебелорусском конкурсе артистов эстрады, проходившем в рамках всесоюзного конкурса, Ермоленко выступил как солист в сопровождении ВИА, и он и коллектив стали дипломантами конкурса. Это событие стало датой рождения вокально-инструментального ансамбля «Сябры», руководителем которого Анатолий Иванович является почти полвека. А сейчас время нашей образовательно-знакомительной рубрики «Умолный променад». В этот раз откажемся от пеших прогулок и наведуемся в одно интересное столичное место. Держим путь в музей-миниатюр, попутно расширяя свой лексический запас. Приветствую вас, друзья! И снова встречаемся на условном променаде. И я витаю вас, Сябры, на нашем традиционном умовном променаде. Тем более, что погода прогулкам на свежем воздухе благоприятствует. Сгоден на двор я спрыяю для шпациру. А лисенья мы накируемся в удовольствие ковое место под дахом. Под крышей музей-миниатюр в Минске и правда можно совершить интересное путешествие по Беларуси. Заходим! Музей-миниатюр Музей-страна-мини в центре Минска собирает макеты самых знаковых достопримечательностей нашей страны. Так, больше за два десятки славутостей можно убачить в даденый момент в одном месте. Правда, их миниатюрные аналоги, но не зря говорят «мал золотник, да дорог». Ну так коник маленький, а ле дороженький. Не нравится маленькая лошадка? Тогда можно покататься на большом зубре. Это так по-нашему. Я всегда мечтала увидеть прекрасные дворцы и замки Беларуси. А вот он здесь, мирский замок. Наверное, здесь обитают привидения. Не поприведы, а это крыхудалей в Несвижский палац. Тут, кажется, можно напоткать черную панну Несвижа, Барбару Радивиллу. Свежо предание, довериться с трудом. Складно кумошки пеют, а им веры не дают, а я веру. Наверное, грустная история. Тема вечная, несчастная каханье. Несчастная любовь. Тема и правда на все времена. Али Йостерша больше сумная история. Червоный костел святых Симона и Алены, який Эдвард Войнилович побудовал у память об своих померных детях. Сохранил память о них навечно. Менавито. Каля червоного костела На флейте ты играла соло И пока музыка начала Я на месте с тобой начала Я себя чувствую птицей, парящей над родиной и с высоты своего полета любой всей этой красотой. Только ты не пора тебе уже увырай. В теплые края в смысле? Усэнься да хаатым. Не гони кнутом, а гони овсом. Ну так, давай коню не пугу, а сено злугу. Ну, давай, дорогая, развидывайся. То-то же. Встретимся, друзья, на следующем условном променаде. Главное, ждите, ведь и мы ждем. Пока! Убачивайся. Далее познакомимся с лучшими кинолентами Беларусьфильма. О важности гражданской обороны смотрите в рубрике «Около кино». Каждую субботу на телеканале «Беларусь-24» транслируются шедевры белорусского кинематографа. Это особое событие, приурочено к столетию отечественного кино. А скажите, пожалуйста, что у вас вот сегодня было самым трудным? Самым трудным будет сказать невесте, что она уже вдова. Художественный фильм «Дело для настоящих мужчин» режиссера Валерия Пономарева снятый по сценарию Аркадия Пинчука в 1983 году. Действия киноленты разворачиваются в начале 80-х. На территории речного грузового порта в черте города мальчишки в процессе игры обнаруживают страшную находку склад немецких боеприпасов. Ну как, подарочек мы хлопцы откопали? Да, прекрасный подарочек. Людей надо убрать от этого слова. В город прибывает отряд военных саперов, которые не раз обезвреживали немецкие мины во время войны. Оцепив территорию, они проникают в подземелье. Объемы состояния немецких снарядов вынуждают их объявить эвакуацию людей не только из порта, но и из домов, предприятий, больниц. Руководство принимает решение, в результате которого десятки пожарных и военных машин едут в район порта, а вереницы автобусов жителями удаляются из города. Пустеют дворы, заводские цеха, проспекты. Мы вас сейчас отвезем в безопасное место, а ваши вещи и дом никто не тронет. Вы не беспокойтесь. Старший лейтенант Фролов обнаруживает, что из снарядов вытекает серая жидкость, а майору Карпову, находящемуся на поверхности, сообщают по рации, что у госпитализированного мальчика, нашедшего склад, все признаки химического отравления. Немедленно выбирайся из котлована, немедленно, я приказываю. Ты слышишь меня? Не могу. Товарищ Фролов, выбирайтесь, я вам сказал. Антон Фролов предотвращает взрыв, спасает город, но гибнет от смертельной дозы химического вещества. Так, спустя 40 лет после победы, война продолжает забирать жизни. Главное установлено, мины начинены отравляющим веществом нервно-паралитического действия. Да, если бы склад взорвался, вы знаете, трудно даже представить себе последствия. Сценаристу кинофильма Аркадию Пинчуку тема войны была близка. Свой боевой путь он начал в 14 лет разведчиком партизанского отряда, был ранен, награжден медалью за боевые заслуги. В послевоенное время работал корреспондентом газеты «Красная звезда». Образ майора Карпова воплотил в жизнь Борислав Брандуков, известный по роли инспектора Лейстрада в приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Роль старшего лейтенанта Фролова исполнил 27-летний актер Купаловского театра Геннадий Давыдько. Можно оценить, как точно он воспроизвел подчеркнутую сдержанность сапера, знающего, что вот-вот погибнет, но отвечающего на вопросы по рации так, будто ничего не случилось. Не забыто ничто И никто не забыть И поэтому жизнь продолжается Смотрите фильм «Дело для настоящих мужчин» 16 ноября на нашем телеканале. В рубрике «Путеводитель» познакомимся с лучшими проектами телеканала. Побываем на единственном в СНГ предприятии, где изготавливают сверхкрупногабаритные шины для карьерной техники. Познакомимся с историей и кулинарией Нарочанского края, а также поговорим с людьми, воспитывающими настоящих музыкантов. Познакомимся с сотрудниками Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской Государственной Академии Музыки. Дети истинно любят то, что они делают, а значит, мы правильно все работаем и правильно вообще воспитываем подрастающее поколение. Мы стараемся с первой минуты быть рядом и дать им самое лучшее. Какое главное качество должен в себе воспитывать музыкант? Это человек, который полностью все свое свободное время посвящает инструменты. Причем он это делает с любовью, не с ощущением того, что он жертвует чем-то. Почему студия звукозаписи является важным элементом в подготовке профессиональных музыкантов? В качестве мониторинга, допустим, может прийти педагог с учеником, записать несколько дублей, потом отслушать, указать ученику на какие-то ошибки в исполнении, в нюансировке. Узнаем, где рождаются новые таланты, способные играть на струнах души в программе «Один день». Поговорим об основных материалах, из которых изготавливают автомобильные шины. Каучук обозначим натуральный и синтетический. Они замешиваются в разных пропорциях в зависимости от специфики конкретного изделия. Я, кстати, про синтетический даже никогда и не слышал и не знал. Мне вообще казалось, что когда шины делают они или из одного вида каучука, или из другого. Побываем на уникальном производстве. Мы самые, можно сказать, из первых, кто начал освоение сверх крупногабаритных шинка на «Белазу» с грузоподъемностью до 350 тонн. В загрузочную воронку заходит резиновая смесь. После этого она шприцуется и выходит из головы экструдера в виде ленточки, которая охлаждается на барабанах. Мы с вами их видим. И уже по аппликаторам подается... И намотывается на... Да, да. Подводится к шине и производится ее намотка. О том, как производят белорусские шины, смотрите в программе «Мастер-класс. Как это сделано». А вы знали, что на озере Нарыч есть остров. Он занимает по площади 4,2 гектара. Немаленький. Немаленький совершенно, да. И вот что интересно на этом острове можно увидеть. Значит, во время Первой империалистической войны здесь проходил фронт. Поэтому на этом острове есть укрепления, оставшиеся после этого события. Как отличить минеральную воду от питьевой? По сути, прозрачная, такая же, как и питьевая. Расскажу. Если глубина скважины меньше 200 метров, это питьевая вода. Если свыше, как здесь, почти 300 метров, то эта вода считается минеральной, очень полезной для здоровья. На Нарыче можно отведать уникальный деликатес. Мне предложили попробовать рыбный рулет холодного копчения. Масляная рыба, тунец, ну и нерка. Сочетание трех видов рыбы дает абсолютно новый вкус. Отправляемся в путешествие по краю, где раскинулось Белорусское море в программе «Еда хоть куда». Эти и другие проекты смотрите в эфире телеканала «Беларусь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова